Должники по штрафам. Именно на эту категорию водителей был нацелен рейд инспекторов ГИБДД. Сразу несколько полицейских останавливали автомобили на кольце автовокзала, проверяли документы по своей базе, а потом отправляли к приставам, которые работали тут же. В последнее время совместные рейды этих двух ведомств проходят довольно часто. У каждого управления свои рычаги воздействия на неплатильщиков. Если мы выявляем такого водителя, то в данном случае санкции будут применяться к нему в виде удвоения штрафа, либо ареста до 15 суток, либо обязательными работами до 50 часов. В базе ГИБДД только должники по штрафам. На их оплату государство дает два месяца. Раньше был один, но с появлением камер видеофиксации замеченных нарушителей стало в разы больше. Почта с оперативной рассылкой штрафов не справляется. Однако некоторым владельцам и двух месяцев мало. Штрафы они копят. Как правило, злостные нарушители, они не оплачивают штрафы меньшего размера, то есть до полутора тысяч рублей. Эти штрафы у них копятся-копятся. И когда мы выявляем таких водителей, у них бывает, что и выявляем по пять, по десять таких неуплат. В базе судебных приставов все должники Ивановской области. Те, кто не платят элементы, налоги, ну и, конечно, штрафы. Попав в руки сотрудников этого управления, никуда ехать не придется, если в кошельке есть нужная сумма. Если человек является должником, ему предлагается на месте оплатить задолженность. Если человек не желает расстаться со своими долгами, соответственно, судебные приставы могут наложить арест на его имущество. Например, на мобильный телефон, автомагнитолу и другие предметы. Всего в этом рейде было проверено 125 автовладельцев. 13 из них оказались должниками. Приставы составили 12 исполнительных материалов на 16 тысяч рублей. Из этой суммы 9 тысяч рублей – как раз неоплаченные штрафы ГИБДД. Отметим, что один автовладелец этим утром был отправлен в центр для административных задержанных. На месте со своими накопившимися долгами он расплатиться не смог. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.